Мы с тобой одной крови. Ты и я. Ну, проще говоря, родственники. Но не всегда, чтобы быть родственниками, нужна кровная связь. Речь идет о порядке наследования супругами. Родство в наследственных правоотношениях подразумевает не только биологическую связь. И по российскому законодательству супруги находятся в числе наследников самой первой очереди, где также находятся родители, дети, внуки по праву представления, имеющие право на долю умершего родителя. В случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишается права наследовать, если соответствующее решение суда вступило в законную силу раньше, чем наступила смерть супруга наследодателя. А вот признание брака недействительным влечет исключение лица, состоявшего в браке с наследодателем, из числа наследников в первой очереди по закону, даже в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда уже после открытия наследства. Во-первых, закон признает только зарегистрированный брак. Длительное совместное проживание лиц и ведение ими общего хозяйства без регистрации брака, равно как и венчание без регистрации брака, не порождает впоследствии права наследования для лица, как для пережившего супруга. Наш закон приравнивает к зарегистрированному браку лишь отношения лиц, которые сложились еще во время Великой Отечественной войны, и больше никаких исключений. В моей практике я наблюдала историю, когда мужчина прожил с одной женщиной 30 долгих лет, но при этом забыл расторгнуть брак с другой женщиной. К наследованию в данном случае призывалась его юридическая супруга, а любимая женщина осталась бесправной. Расторжение брака должно быть оформлено в соответствии с требованиями того закона, который действовал в том времени и в том пространстве. По ныне действующему семейному кодексу брак, расторгаемый в судебном порядке, юридически прекращается со дня вступления решения суда в законную силу, независимо от последующей регистрации такого расторжения в органах ЗАГС. До дня введения в действие семейного кодекса, то есть до 1 мая 1996 года, недостаточно было получить на руки вступившее в законную силу решение суда о расторжении брака. Поскольку момент прекращения брака при его расторжении в судебном порядке был привязан к актовой записи в органах ЗАГС, то последующий брак с нарушениями расторжения брака предыдущего юридически считался недействительным. Закон гласит, что право наследования супруга не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. По этой причине я разъясняю наследникам, что в преобладающем большинстве у супругов более тесная связь, а значит немножко больше по объему прав, хотя иное может быть предусмотрено совместным завещанием супругов или наследственным договором. В семейной жизни возможно все и даже то, чего не может быть.